Ну что, друзья, у нас в Депплсе открылся новое заведение, называется Опера. Это там, где раньше была почта. Сейчас попробуем, что здесь вкусненького. Рубрику про пайку мы, естественно, никуда не уберем с этого канала. И будем заходить куда-нибудь покушать, 100% посмотреть. Тем более, когда вот такая красота, как здесь. Не знаю, в этом стиле мне вообще нравится, как делаются заведения, когда вот такая вот красота. Каждая что-то, везде какие-то моментики, все эти. Мне очень нравится здесь. Очень круто, светло. Ну, короче, классно. Сейчас попробуем, что здесь готовят. Посмотрим, какие здесь цены народу, море. Они только на днях открылись. Так что сейчас будем пробовать. Обязательно подписываемся на канал Серега Крепостной. И будем кайфовать вместе. Давайте уже как-то там повеселее с этими лайками, не лайками. А то что-то видос смотрят, никто не лайкает, что вам сложно там эту кнопочку нажать. Подпишись, нажми лайк уже по-братски, наконец-то. И мы начинаем. Но пока что есть такой момент, что мы долго сидим и ждем меню. Ну как долго? Ну сидим, ждем. Сколько времени? Ну минут уже 10, да, больше. Сидим, ждем меню. Ну, сейчас принесут. Народу много. Девушка, нам бы меню получить. Можно? Спасибо большое. Поэтому ждем, ждем. Если здесь будет такой реальный поток всегда, то сюда явно два официанта очень мало. Они... Ну это долго. Это долго. Ну они бегают, они... Ну суетятся постоянно, суетятся. Очень много бегают девчонки. Но... Приходится сидеть ждать. Просто я вижу по людям, что люди сидят, которые раньше нас пришли, и они еще сидят. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, можно мне, пожалуйста, цезарь с курицей? А на горячие тогда ребра. Ребр не будет, сожжать? Не будет, да. Облом. Запасной вариант. Тогда... Ну давайте тогда... Тогда десерт. Из десятых только мороженое. А шали... А почему у вас только так? Потому что у нас как тестовые дни сейчас. Ага. Так как тестовые дни и... Ну, вчера, например, белочи и все зелень. Ну давайте тогда... А блины картофельные будут? Давайте тогда мне... Цезарь, да? А потом картофельные блины с беконом, наверное. Да, с беконом. Ну то да. А вот этот салат есть в филе? Да, вот это вот. С тенцом? С тенцом не будет. Опять не будет. А что будет тогда? Давайте так. Вот это и это все сырое, правильно я понимаю? Ну как-то салат. Ты Цезарь с чем заказала? С курицей? С курицей, да. А мне давайте с креветками тогда. Окей, а что по стейку? Стейк есть? Да. Давайте его. Какой прижарки? Средний и медиум, да, получается. Сочный, вкусный. А что попить? Если у вас нету ничего здесь попить? Да, попить у нас получается лимонада, чай, губка. Лимонады какие? Просто фанта спрайт? А коктейли вы не делаете? Коктейли у нас нет, только вот опироль и салат, алкогольный. Можно мне чай черный? Ага, а мне опироль давайте. Какой? Да, попробуем. Спасибо. Короче, да, хотелось, все, что хотелось заказать, у того нету. Но все будет, будем надеяться на это. Теперь попробуем, как это все по вкусу. Как-то так. Что-то сзади народ уходит. Долго ждать. Не дождаться. Ну, реально, приходится долго ждать. Очень долго ждать. Я думал, такое у нас, но нет. Вон, женщины сидят тут без меню 10 минут уже. Ну, наладят, наладят все этот процесс, конечно, наладится. Но, да, здесь надо побегать, потому что, ну, народу дохрена, полный зал. Это надо поноситься. И это должны быть официанты, которые на опыте, которые не теряются и знают, что они делают. От официанта в заведении дохрена, что решается вообще от настроения вплоть до общего, до всего, да? Если у тебя хреновый официант, то у тебя и гости будут тоже в плохом настроении, недовольны, что-то ворчать, что-то пам-пам-пам-пам. Поэтому здесь надо, надо, да, херачить в таких местах. Короче, какой-то тыздец вообще, какая-то дичь. Там уже много людей ушло, не дождавшись своего заказа. Кому-то приносит заказ, он что-то с ним не то. Короче, мы сидим, ждем уже тоже час. Короче, какая-то ерунда происходит, что-то там повара ругаются, что-то они там уже не успевают, что-то, короче, что-то не то. Интересно, мы дождемся своей еды? Если дождемся, я буду рад. Если не дождемся, мы дадим этому заведению шанс, еще через месяц, наверное, зайдем, когда здесь уже не будет тестового режима, и все будет налажено. И тогда мы придем и попробуем еще раз сюда. Но пока мы дождемся, Настя меня спрашивает, что, будем ждать до конца? Я говорю, нет, мы дождемся до конца, будем сидеть, подождемся. Блин, это очень печально, это очень печально. Реально, ждут меню люди очень долго. Потом берут меню, как и мы, и потом ждут, пока до них дойдут, до них не доходят долго. Потом женщине одной принесли что-то не то. Перед нами стол, двора, два, две семьи просто ушло. Ну, раз, пришла другая семья, подождала, говорит, нет, давайте, до свидания. Уходят. Только что за мной сидят люди тоже, тоже недовольны чем-то. Пришли, там, что-то поваранить давай. Короче. Кстати, комментарии писали про эти пороги, что здесь пороги какие-то. Не сломайте ноги, ну, блин, это что, слепые, что ли, не видите пороги? Нету с этим проблем, я считаю. Сейчас попробуем поговорить с администратором. Я попробую ее позвать и поговорить. Посмотрим. Захочет она что-нибудь там рассказать или нет. Вот, официант перепутала, только что отнесла тартары в другую, вообще, какую-то сторону. Потом принесла в эту сторону людям, которые заказывали до нас еще, еще до нас. Ну, вот, надеюсь, что нам скоро принесут. Ну, вот, пожалуйста, официанты просто носят заказы в другую сторону, понимаешь? Ну, напиши на бумажке, первый стол возле входа. Нет, она понесла в другую сторону, вообще, и потом принесла сюда. Официанты же когда так помечают, да? Ну, типа, ты помечаешь, там, возле входа, второй или третий стол. Там, мужчина, да, там, блонда и, там, краповый берет какой-нибудь пишешь, нежелижный, если человек, там, бордовые майки, синяя футболка, черный горошек, да. Что-то такое, что-то надо писать, и там, как-то, хоп-хоп, ты уже знаешь, кому что нести. А здесь, ну, официанты бегают такие в шоке немножко, не понимают, что-то, как происходит. Ну, мы надеемся, что мы дождемся. Я надеюсь, очень сильно. Повара уже, уже повара помогают носить, помогают повара носить официантам. Повара явно недовольны, очень недовольны сами, всей этой движухой. Да, через минут 15. То есть, получается, цезарь с курицей через 15 минут, стейк где-то еще через час. Ну, через час, через полчаса. Так мы ждем уже, ну, ладно, хорошо, да, мы ждем, мы ждем, мы ждем. Кофе вам, спасибо. Спасибо. Полтора часа сидим, и салаты нам принесут еще через минут 15-20. А стейк, ну, пока мы ждем всего, жесть. Мы будем ждать до конца, до конца, бля. Ну, как иначе видос запиливать, если не до конца. Да, бля, за мое, за наше терпение, бля, лайк и подписка, это, бля, 100% нахер. Мы ждем, нахер, да. Да, согласно, мы ждем, нахер. Все, Настя, короче, уже готова сорваться, бля, но мы крепостные, мы, бля, не сдаемся, мы шарашим. Так что мы ждем уже, скоро будет 2 часа салаты. Только салаты, бля, ты представляешь, 2 часа салаты ждем. Твою мать, все ради тебя. Подпишись обязательно, поставь лайк. Мы не уйдем отсюда, бля, никогда, бля, вообще, походу. У нас там ребенок скоро проснется, бля, но мы сидим и ждем. Только ради вас. Подпишись, брат. А можно, а можно девушку позвать? Нет, нельзя, ну ладно. А спросите, можно ей пару вопросов задать? Здравствуйте. Можно по вопросу задать? Мы просто снимаем видео и пришли к вам в заведение. Так понравилось здесь, как все выглядит. Столько вы потратили на все вот это вот красоту, на все это. И вот такой провал у вас получается по обслуживанию, да, какой-то очень сильно. Я могу сказать, что мы еще не открылись. Первые два теста дня, больше для нас. Люди больше оборудованы с местом, с дизайном. То есть, не судите строго. Не судите строго, не судите строго, потому что тестовый режим именно на выходной день, чтобы почувствовать поток какой-то, посмотреть, как рук не справляется, как персонал, и мы будем улучшать дальнейшую работу. Какие у вас выводы сейчас за два дня? Конечно же, хотелось бы лучше, но есть над чем работать, и я уверена, что в дальнейшем мы все хорошо. Ага. Да, мы ждем здесь, мы ждем до упора, ждем уже, уже что, сколько мы ждем? Ну, уже почти два часа будет, да. На каждой чеке я вижу, во сколько время, но я все вижу. Хорошо. Я не могу быстрее его не тронять, а почему нет? Мы выпустим видео, и вы узнаете все, что мы скажем. Ну, хотели бы, чтобы вы не выпускали это видео, может быть. Так нет, мы там напишем тоже, что это тестовый будет, а потом, когда вы уже все запуститесь, через пару недель, например, мы придем уже попробовать, уже как у вас здесь полностью готовится. Потому что у вас много чего нету, поменим. Нет, никакой информации еще мы ее не открывали, еще не Facebook, не Instagram. То есть, какого нет даже, какой никак. Это все будет разработать. И за открытись, конечно, для ознакомления в Лотланд. Посмотрите, что у нас там... Не, так вот здесь очень круто, конечно. Вот такой-то сфотомей, как тебя слини. То есть, через недели-две уже будет вообще... чтобы еще раз интервью не смонтировали. Нет, мы такой не занимаемся. В любом случае следите за нами, у нас будет страничка скоро, там будет подробно все информация. Хорошо, спасибо большое. Могу предложить вам, может быть, 2-3 часа? Да мы дождемся салата хотя бы. Еще в заведении 2 пироли хотите еще? Нет, да, у нас будет уже перебор. Да нет, спасибо. Мы подождем салаты, а то мы не дождемся. Если есть время ждать, да. Дождемся обязательно. Нам хотя бы интересно, как кухня работает. Да, все, спасибо большое. Ну, короче, как-то вот так, как-то так. Как я и говорю, тестовый режим. Вот на выходных они только начали, только попробовать. И поэтому через пару недель мы тоже сюда залетим и попробуем, как, что здесь готовят, и как, что здесь наладили, исправили и все такое. Как-то так. Ну, только ты снимаешь, но и тебя. Слушай, ну, в этом, блядь, уже там чай стоит, блядь, неделю уже. Виноватый бармен тоже нам. Позови бабу, скажи, блядь, давай нахуй уносим. Самой ты сюда. Ну. С курицей туда. Скоро будет с креветками. Скоро будет с креветками. Смотри, прикол. Смотри, прикол. Принесли Насте. Насте принесли салатик. Цезарь с курицей. 15-32. Я жду Цезарь с креветками. Сейчас посмотрим, через сколько он будет. Итак, давай попробуем Настин Цезарь с курицей. Курочка. Не зря сидели, ждали. Это уже пьет и запах показал. Вкуснота. Вкусно, да? Угу. Курица мягенькая, нежная. Батончик будет чуть-чуть, наверное, просто похрустящий. Ну, хрустящий, мягкий. Короче, тоже регион. Нормально. Соусы ни много ни мало. Такой он. Аккуратненький такой, знаешь. Не херачит тебе. Короче, да. Это нормально. Я надеюсь, мой с креветками тоже будет не хуже. Но приносить вот так вот салаты или вообще еду одному человеку, а второй сидит и слюнями истекает, и ждет, это вообще нельзя. Так вообще нельзя делать. Вон там, сзади человеку принесли, все себя смотрят, как он ест. Четыре человека. Он один сидит, ест. А ну, блядь, что это такое? Вот, например, смотри, прикол. Мы сидим здесь уже сколько времени? Больше. Я потихоньку, кое-как за два часа цежу этот, этот самый, коктейльчик. Настя чаю уже выпила. До хрена уже сколько времени прошло. Официантка подходила неоднократно. Подходила сюда администратор. Прямо здесь стояла. Эта чашка стоит пустая уже очень давно. Но ей никто не забирает. Это просто... Ну, я просто подчеркиваю. Такие некоторые моментики, потому что это тестовый режим. И чтобы это видео было полезно в том числе и администрации этого заведения, мы рассказываем о всяких разных маленьких нюансиках тоже. для того, чтобы они бы исправляли их и становились лучше и лучше. Нет цели засирать это заведение вообще. Тем более, блядь, салат вообще бомбовый. Коктейльчики хорошие. Посуда шикарная. Интерьер, блядь, божественный вообще. На мой взгляд. Все хорошо здесь. Но пока они тестируют, как они должны работать, какая будет загруженность и так далее и тому подобное. Поэтому будем надеяться, что все это исправится. И тарелки будут не только приносить вовремя, но и уносить вовремя. Меню не только приносить вовремя, но и заказы брать вовремя. Понимаете? Это все очень важно. Это же... Посмотрите, как работает Одесса-мама, сковородка. Все это там... Да почти любое заведение. Но я в городе... У нас нормально, более-менее, когда там некоторые заведения работают, в основном такие, нормального уровня. Вот. Но здесь, блядь, ну второй день, ну ладно. Девчонки то ли неопытные, то ли еще что-то. Но наладят, натренируются, может. Как-то так, короче. Пока ждем. Вот я жду второй салат. Сколько время? 15-39. Это уже 7 минут. Еще ждем. Где-то мне? Существление вам подарили стейк. Стейк перед салатом? Да. А, ну под салат, немножко там перепутали подачи. Ну так вот, бывает. Бывает. Ну ладно, ясно. Бывает и вот такое. Вместо салата принести стейк. Это да, мне салата нахер не нужен, так. Ну реально. Нам тебе еще блины. Вот так вот выглядит стейк. Стейк с бататом. Давай попробуем. Так, что здесь у нас? У нас тут грибочки какие-то. Грибочки сочные. Хорошо. Бататик. Вкуснота. Ну давай по стейку. Так он живет за воду. Давай его разрежем наполполам. Бляха-муха. Как прожарка тебя. Нормально? Это запах странный, блядь. Да не, вроде. Что, пробуем? А, блядь, это соус. Я думал, блин, что такое кислое. Я думал, блядь. Угу. Угу. Должен салат уже готов? Через сколько принести? Да давайте сразу. А, подожди, а, подожди, а, такая еще и блины должны, да, принести? Да. Давайте тогда, когда вот будут блины готовы, тогда и салат. Хорошо. Вот такой вот цезарь. С креветочками. Тоже, где креветочки. Ну вот креветочки. Такой цезарь. И Насте принесли картофельные блины с беконом. Вот так все это выглядит. Красивенько. Все очень даже. Девушка, нам бы приборы еще. Нам бы приборы еще. Что касается стейка, короче, ну, ел я в стейке и получше, и повкуснее, и 100%. Причем, что в начале, когда я только начал его есть, мне вообще показалось, что он то ли испорченный, то ли еще что-то. Но оказалось, это соус, который просто дает кислинку, поэтому так показалось. Так? Нет. Сочный? Да. Жжется? Долговато. Тоже, да. Режется? Такое, возня. Ну, есть такое тоже, да. Короче, да. По стейку. Бывают они лучше, скажем так. По блинчикам, ой, по грибочкам, вообще бомба. Ботат вообще бомба. Такое оно пресноватый, знаешь, как будто. Да. И вот этот соус, который здесь есть, вот он дает такой привкус, как будто у тебя что-то испорчено. Вот. Такое, да. Неприятное немножко. Ну, вечером узнаем, испорченный ли. Так вообще тут? Нет? Нет, блинчик из бекона вообще отличный. Вообще бомба. Так. И теперь у нас на очереди Цезарь с креветками. Смотри. Креветка вдоль наполовину разрезана. И канала должна быть с канала. Ашалеть. Ашалеть. Разрезана креветка наполовину вдоль. Раз, два, две съел, четыре, четыре, пять, шесть. Разрезана? Разрезана? Шесть. Шесть креветок. Шесть креветок половинок. Это три цельные креветки на салат. Правильно? Что, блядь? Это вообще херня собачья. Три креветки на салат. Смотрите, четыре, пять. Пять, шесть делают. Три креветки на салат. Тебя за салат, за этот, сколько стоит он? Девять евро стоит этот салат. С тремя креветками. Три креветки, блядь. Но это как-то, по-моему, несерьезно. Напишите в комментариях, как вы считаете. Я много где заказывал салат с креветками Цезарь. Но первый раз вижу, чтобы ее вдоль разрезали бы. Никогда не видел. В этом весь прикол, когда ты кусаешь креветку целую. У тебя хрустит на зубах. Это прикольно. На вкусно ты чувствуешь вкус мяса морского. О, а здесь, а здесь вот так вот. Ошалеть. И смотри, сколько времени прошло, когда я стоить доел. Я уже почти скоро салат доел. Кружка как стояла, и тарелка как стояла, так и стоит. А люди здесь стоят прямо перед тобой. Вот здесь вот. Ты понимаешь, блядь? Но в целом салат офигенный. Он вкусный, реально. Если подводить итог, салаты офигенные. Два Цезаря, что с курицей, что с креветками. Очень вкусные. Блины тоже вкусные. Ну вот, офигенный проходит, ничего не забирает. Что касается стейка, ну, есть вопросики, короче. Особенно к соусу, который кислит и делает такой привкус, как будто у тебя испорченное что-то. Вот как будто вы пробовали когда-нибудь арбуз, который уже все, ему уже скоро хана. И вот это такой примерно вкус. А так все неплохо. Неплохо. Но конкретно этому заведению над обслуживанием, именно над обслуживанием, капец как надо поработать. Понимаешь? Я не думаю, что суббот-воскресенье у них два тестовых дня. И все, с завтрашнего дня, с понедельника они просто врываются и херачат вот так, что, блядь, никому не надо будет сидеть. Смотри. Во сколько мы пришли? Мы два с половиной часа здесь. Два с половиной часа. И это без десертов. Это без десертов еще. Я реально угораю с этой темы. Ну, реально. Они ходят туда-сюда. Туда-сюда. Они выглядывают в зал посмотреть. И они не видят, что у нас полный стол. У нас полный стол уже еды. Ну, посуда, которую уже надо забирать давно. Блин. Administration. Если вы видите это видео, очень сильно поработаете с девочками по этому поводу. Очень, очень сильно. Эти девчонки, я даже не представляю, как они уже устали здесь. Ну, реально. Я думаю, у них голова там кипит. Вообще, они уже хотят уволиться уже часа четыре назад. Хорошо, все, пойдем. Что мы скажем? В первую очередь, да, единственное, здесь какой-то соус такой, что привкус как будто что-то испорчилось. Это именно соус такой. Оно такое кислое, как будто, знаете, когда арбуз уже подходит. Привет, мы вам долго готовили, поверьте, это все свежее. Я, я не спорю, я не об этом. Я имею в виду просто, что именно... Сочетание что-то? Сочетание чего-то, да. Сочетание чего-то, да. Оно такое, такое немножко такое-то ешь и отбивает от вкуса мяса. Вот, по поводу блинов там или салаты, вообще мне очень понравилось, например. Единственное, я не понимаю прикола, зачем три креветки разрезать наполовину и выдавать их как шесть креветок. А, ну, знаете, креветки большие тоже неудобно, потому что это целиком. Ну, не знаю, так не делают просто-напросто, да. Это самая главная проблема, которая здесь есть. Эта кружка стоит уже час, наверное, пустая, и ее никто не забирает. Эта тарелка уже стоит, не знаю, сколько тоже времени ее никто и не забирает. Понимаете? Ну, как-то так. Спасибо за ваше мнение. Итого, по счету у нас выходит 55 евро. Вот такая вот картинка выходит. Вопрос. Чаевые? За сколько времени мы здесь сидим? Не знаю. Но мы здесь сидим уже с пол второго. Сейчас. Сейчас почти 15 минут пятого. 15 минут пятого. Вопрос. Костью чьевых можно вставить? И нужно ли вообще? Вот в чем прикол. За такое все это дело. Но, как говорится, не желобы. Поэтому мы в любом оставим чьевые. Ну что, вот такой вот обзорчик получился. Пишите ваши комментарии. И, друзья, давайте больше как-то комментарий, больше лайков. Давайте общаться. Не просто смотреть, а общаться. Я всем отвечаю на комментарии, переписываюсь и общаюсь с людьми. Так что, с вами был Серега Крепостной. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова